Веды большей своей частью ориентированы на человека непосвященного. Человек непосвященный имеет материальные желания. То есть ему хочется решать насущные потребности. Экономические потребности здоровья, семьи, благ. Всевозможные блага. Поэтому большая часть произведений славится вот этим призывом к решению благ. Для чего? Чтобы не мытьем-то катанем, человек обратился к идее, что не он это все решает вообще. А что есть решающие силы. Нужно к ним просто обратиться правильным образом, и что-то будет в его жизни решаться. То есть это переводит его в разряд начинающего трансценденталиста. Но в действительности, как вы правильно говорили, это раздел кармаканда, но это уже трансцендентный более-менее раздел. Уже человек да, он понимает, что если правильным образом у высших сил это все попросить, то в принципе дадут. Никому не жалко. Никому то, что нам нужно, это никому не надо больше, кроме нас. Такая мелочь вообще не нужная никому. Ничего такого особенно прямо ценного в том, что мы просим, нет. Никто не обеднеет точно. Мы думаем, что это как-то решит наши проблемы, но и наши проблемы не решит. Поэтому просто, так сказать, с несчастной усмешкой нам будет дано то, что мы просим. Мы поймем, что только зря просили, толку никакого. Да, то есть в этом проблем нет, но это в действительности раздел кармаканды. Раздел кармаканды рассчитан на человека, имеющего материальное сознание. Конечно же. Для человека, имеющего духовное сознание, это другие трактаты. Другие трактаты. И в них уже немножко по-другому все то же самое описано. Поэтому уже воспринимается это не как постный день, который приносит здоровье, просветание и счастье в личной жизни. Это уже описывается как духовный праздник, в который человек должен посвятить все свое время, все свои усилия для своего духовного развития. Факт. Поэтому, другими словами, это еще называется красивый язык, или цветистый язык. Красивый язык, то есть очень привлекательно звучит, столько благ, столько вариантов. Очень хочется что-то решить. Да, но это только первая стадия развития. Конечно же. Первая. То есть это мотивированная любовь. Мотивированная. То есть да, я готов хорошо пойти, так сказать, на эти отношения, сильными мира сего. Но потому что они обещают мне определенное благо. Благо бы не обещали, и пропади они все пропадом, узнать их не хочу. А так нужно узнать, да, что вот действительно, что надо же как-то хоть что-то сделать. Что не просто картинка должна быть. Довольно, он покупает янтру, лакшми янтру узнает. Вот, лакшми янтру, деньги приносит. Он покупает картинку, вешает, сидит на нее смотрит, деньги с него не сыпятся. Посыпались такое вам деньги? Ну, наверняка дома какой-нибудь висит. Вот, у меня висит. Деньги не сыпятся. Я тазик ставил, деньги не сыпятся. Нет, и потом он идет, спрашивает, а что такое, почему, а как, почему деньги не сыпятся? Говорит, а что ты сделал для этого? Я повесил. Ну, это странно. Это странно. Это все равно, знаете, взять, повесить фотографию своего директора, а на работу не ходить. И ждать потом зарплаты. И потом прийти и требовать, дорогой директор, я вот вашу фотографию повесил у себя дома на стену, дайте, пожалуйста, зарплату. Ну, извините, на работу надо ходить. То есть надо что-то делать. Поэтому тогда человек интересуется, а что надо делать вообще, какие условия, что-то, ему говорят, ну, ты купи хотя бы благовоние, хотя бы купи благовоние, палочку, зажги ее, и вокруг изображение этой янтры хотя бы, вот, покрути, 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 хотя бы раз в 7, сделай что-то приятное, отношения должны быть, что-то сделай, сделай что-то. Он говорит, а есть такие, а что такое благовоние? Благовоние это вот ароматизатор, чтобы хорошо пахло в этой квартире. То есть чтобы янтра эта висела не в вонючей квартире, где пахнет кабасой и яичницей, а чтобы пахло каким-то благовониям приятным. Тогда, может быть, и будут какие-то изменения, и тогда еще надо что-то, надо еще и что-то делать. Я думал, вполне достаточно просто повесить, и пусть оно висит, и вот. И так человек, постепенно изучая вот эту схему, то есть обращение к сильным мира всего, он начинает принимать, что все, в общем-то, зависит от личностных отношений, и все зависит от того, что есть какие-то, в общем-то, есть какая-то иеранция, в конце концов. И он начинает понимать, что не он велик в этом мире, так сказать, не все зависит от его желания, а в конце концов нужно просто просить элементарно. То есть жизнь состоит в том, что нужно ходить элементарно просить. Говорит, извините, пожалуйста, не могли бы вы мне дать. Даже если мы приходим в магазин, все равно нужно попросить, потому что если вежливо не попросим, мы из магазина выгонят, и не продадут, скажут, иди оттуда ее, другому продадим. То есть все равно, и появляется эта личностная идея, то есть, да, что есть, во-первых, какая-то вот эта вот иерархия, что есть какая-то система взаимоотношений, и потом человек постепенно доходит до идеи, что на самом деле все еще и на любви строится. Ну, это уже высшая материя. Поэтому, да, разные трактаты, нужно догадываться этим чутьем своим, к какому разделу они относятся, к разделу любви, или к разделу, так сказать, бизнес-взаимоотношений. Я сделал это, а мне в ответ придет это. Это нормально. Поэтому, в общем-то, это не хорошо, не плохо, это так есть. Такая схема. Угу, еще какие-то брыжки. Скажите, пожалуйста, а почему рекомендуется не употреблять интеграциями, например, тюрьмы, не меньше? То есть, почему? Вы пили? А? Пили когда-нибудь? Ну, как это объясняется, садить пили? Ну, не пили? Ну, естественно, мы люди тут все свои, я пью, например. Ну, да, это же. Да, наутро как? Наутро нормально, нет? Наутро потом не стыдно, нет? Нормально? Нет. Ну, вот практика, практика доказывает, что это нехорошо. Понимаете, то есть, сама по себе практика показывает, что потом почему-то стыдно. И потом почему-то все болит и стыдно. Как-то очень подозрительное действие. Понимаете? То есть, если мы что-то сделали, а потом стыдно и все болит, вот я вас пригласил на лекцию. Вы тут посидели час, а у вас завтра все утром будет болеть, все будет болеть, вас будет тошнить, голова кружится, и вам будет очень стыдно, что вы здесь были. Это же подозрительно. Очень подозрительно. Вот, и оборманивающие вещества это яд. Буквально яд. Если духовное знание это нектар, поэтому в принципе должно становится легче, то есть, я надеюсь. То оборманивающие вещества это настоящий яд. То есть, натуральный яд. Так и так и называются. То есть, если вы будете изучать именно, то яды. Яды. Входит в раздел ядов. И поэтому, потом просто плохо и стыдно от этого. То есть, это не человеческая жизнь. Человеку должно быть не стыдно за то, что он делает. Ему должно быть этого легче. Легче. То есть, если не стыдно и легче, если человек, в общем-то, рад то, что он делает, если он может об этом, в общем-то, с радостью вспоминать, если он может действительно этим поделиться, это его прогресс. Но если всего этого нужно стыдиться, бояться, и потом еще и начинаются проблемы с здоровьем, это деградация. Поэтому то, что способствует деградации, мы это естественным образом отвергаем. Потому что жизнь ради деградации это не жизнь. А мы принимаем только то, что способствует развитию. Признаки у развития счастья должно быть больше. Счастья должно быть больше, оно должно увеличиваться. У нас должна появляться гордость за то, что мы делаем. В конце концов. Не стыд, а гордость за то, что мы делаем. Мы должны гордиться нашим знаниям, нашими учителями, нашими достижениями. Есть что рассказать, есть чем поделиться. То есть, это не яд, это нектар. Есть разница между ядом и нектаром. Поэтому яды можно использовать, но только в лечении. Если яд взять в нужной пропорции, он становится лекарством. Например, есть спиртовые настойки. И они помогают, лечат. Но если это яд в большом количестве, он способствует деградации. То есть, он убивает тело. А убивать тело нельзя, поэтому приходят проблемы. Фактически, курение, алкоголь, наркотики – это самоубийство. То есть, можно себя довести до полного самоубийства, а можно до частичного. Какая разница. Но сознание это отключается. Постепенно отключается. Тело умирает. Поэтому эта форма самоубийства такая красивая. Красивая, обставленная и названная культурным самоубийством. Культура употребления вина. Элементовые сигареты. Это, знаете, шелковая петля. Из лучших сортов шелка. Намыленная лучшим французским мылом. В ароматизированном подвале. Под музыку Шопена. Конечно, здорово, но это все равно самоубийство. Поэтому и о принятии этого спирта, как он там, метиловый, метиловый, уже не помню. Это в любом случае яд. Поэтому все равно это убийство. Убийство просто медленное. Результат, в общем-то, достаточно быстро проявляется. Опыт можно провести сразу и посмотреть на то, что будет. То есть берете человека, наливаете ему 100 стакан, второй, третий, и все, результат налицо. Он превращается в свинью. Радостно ползет домой. Абсолютно. Поэтому разумного человека интересует то, что просветляется. А неразумного интересует то, что одурманивает. Почему у человека вообще интересуют одурманивающие вещества? От чего он хочет уйти? От ответственности. Для чего нужны одурманивающие вещества, чтобы не думать об ответственности? Потому что если мы поступаем неверно, мы чувствуем ответственность, совесть начинает дариться. И чтобы уйти от мук совести, нужно одурманить свое сознание. Поэтому фактически курение, алкоголизм, наркотики, это даже не на нас направленное воздействие. Это на совесть направленное воздействие. А совесть это знаете кто? Да, это сверхдуша. Это голос Бога в сердце. Кого мы хотим убить? Мы Бога в себе хотим убить. Здравствуйте? Как интересно. Бога в себе хотим убить. Даже в принципе из себя мы не готовы убить. За себя мы будем бороться до конца. Мы хотим совесть убить в сердце. Чтобы он заткнулся. Говорит, заткнись, Бог. Вот тебе яду. Заткнулся, нет? Вот заткнулся, все. Вот теперь я, Бог. Море по колено. Горы по плечу. С 10 этажа могу упасть и не разбиться. Факт. Да. С Копьянова появляются мистические совершенства. На какой-то момент он летает, как птица. Плавает, как рыба в лужи. Может все, что угодно сделать. Но потом приходят веселые последствия. Веселые последствия. Потому что он убивает в себе совесть. Это последняя надежда совести. Последняя надежда совести. Поэтому в этом и грех. Потому что мы не только себя убиваем, а мы косвенно Бога хотим убить. Прямо себя. Живет тут в сердце. Нашел место. Вот в чем подоплек это вопрос. Поэтому грех. Грех. И в общем-то ни в одной духовной традиции этому не следует. А там, где следует, знаете, это вырождающаяся традиция. Она уже не духовная. Потому что сейчас много всего веселого. И называется оно может быть духовно. Очень похоже на духовное. Но если употребляются отравляющие вещества, значит попытка убить Бога в сердце. Она присутствует. Так интересно. Очень интересно. Большая тема. Большая тема. Вы говорили, что годы человека, они изначально ему пущены при рождении, но неизвестно, а точная дата его смерти. То есть, если человек, допустим, кончает жизнь самоубийством до этого момента, то остаток жизни он проживает в том же деле. Да. Если человек живет, допустим, не ведя чистой образ жизни, не поддерживая это тело, не занимаясь Адхи-юга, я, например, ну, скажем так, в ходе в Монтональдс, форма такого быстрого медленного самоубийства, то значит ли это, что с высокой долей вероятности он будет потом, в общем-то, выживать не даже три года в станком теле. И, ну, поскольку, в общем-то, все общество так или иначе ведется, в той или иной степени не очень чистый образ жизни, то значит ли это, средства большинства нас, в общем-то, именно так. если не будет прямого насилия над своим телом, не обязательно он сможет укоротить именно срок жизни, просто он приблизит свою старость, и эта старость будет очень грустной. Достаточно, так сказать, посмотреть, как живут достаточно люди старые, и понять, что старость может быть очень грустной. очень грустно, то есть это может приблизить старость. Старость, это некоторое, и есть такое состояние, когда физическое тело убито, а жить еще надо. То есть вообще, у нормального человека старость должна в 70 лет наступать. то есть 50 это еще здоровый должен быть от 50 до 70 это человек должен быть в самом расцвете сил. Самой такой вот жизнью, самая жизнь. У нас 50 это уже, так сказать, веселое время. Уже начинает потихоньку умирать в 50 лет. А по идее старость должна только в 70 лет начинаться, то есть такая вот полноценная старость. То есть у 50 она только приходит, уже понятно, что не молодой человек, но он еще может жить нормально. А в 70 уже да, в 70 уже начинается. Но до 70 еще как-то можно нормально держаться, так сказать, быть активным, бегать туда-сюда, так сказать, радостным. Можно посмотреть в некоторых странах, где более-менее как-то так поддерживают себе дух, такие вот веселые старички бегают, ездят туда-сюда, знают, такими грубками что-то аппаратами. Довольные. То есть, ну, так сказать, они ушли в один единственный отпуск за всю свою жизнь, так сказать, уже на пенсию, пенсию, у них один большой отпуск, и они довольные поехали весь мир посмотреть на память. И видно, что есть вот эта некоторая активность еще. Хотя им явно уже после 50, но активность такая есть. Довольные, бегают в шортиках, такие бабушки в юбках коротких, дедушки в шортиках, смешно, конечно, но они веселые, довольные. Бегают, если это активность есть, но в 70 уже все, уже ни у кого не получится. Так весело бегать. То есть, 70 уже время, когда тело, оно дает сбой. Начинает давать сбой, уже лучше его лишний раз не толкать, что сказать, не перегружать, что-то оно уже потихонечку, так сказать, побегонечку. Вот и переходило. Но если мы ведем нездоровый образ жизни, то вот эта грань, она уходит ближе. То есть, уже не в 50 старость начинается, а в 30, и уже не в 70 приходит разбитость, а в 50. То есть, соответственно, мы реально 20 лет теряем. А что мы теряем? Мы теряем время мудрости. Потому что в молодости надо делать свои дела. То есть, молодость это время некоторого такого, некоторых планов на счастливое будущее. Молодость, когда кажется, что будущее есть. Средний возраст, когда уже есть сомнения. Уже будущее кажется иллюзией. Уже начинаешь подозревать, что будущего нет. На этом целое движение основано, движение хиппи было на этом основано. Все, теперь там нового фьючера. Будущего нет. Есть некоторые на подозрения. То есть, человек до этого дошел. А мудрость, это когда ты знаешь, что будущее точно есть. Но оно будет таким, какой ты прожил жизнь. И становится страшно, когда начинаешь вспоминать, какую ты жизнь прожил. Поэтому, Вот это время мудрости, это когда все можно исправить. Когда все можно исправить, действительно прогрессировать, когда можно помогать другим, когда можно что-то действительно писать, читать, все что угодно делать. То есть время мудрости, время мудрости жизни. Если тело выключено уже к этому времени, если что может человеку такое как дойти до кухни, съесть свою кашу и вернуться обратно, кому эта мудрость уже поможет? Никому уже, уже сил нет. Сил нет, нету сил. Поэтому задача здорового образа жизни это сохранить силы на старости. На время в будущем. Потому что в молодости все здоровые. Хоть что пей, хоть что кури, хоть бейся головой об стену. Все равно энергия есть. Само время активности. Но если человек жил в молодости в нездоровом образе жизни, то все. Уже в среднем возрасте ему будет трудно. Он уже станет ленивым. Уже диван будет его любимое место паломничества. Телевизор будет его, так сказать, окошко в мир. Окошко в мир. Все. А старость это уже будет время расплаты. То есть фактически ад начнется в этой жизни. Ад начнется в этой жизни. Придет уже старости ад. И лучше его не видеть. Ад можно увидеть. Если вы посмотрите на жизнь некоторых стариков, ад. Просто ад. Еще что-то? нету брачков? Нету брачков. Мы должны сегодня обратиться к 19 стиху. Откройте учебники, кто взял, кто не взял. Все можно успеть купить. На столике продаются. Кто еще не купил, купите обязательно. Вторая глава мы читаем. 19 стих. Сегодня страница 105. Откройте на 105 странице. Давайте вспомним андру, которую мы повторяем. Ом намо бхагавате ва судэвая. Ом намо бхагавате ва судэвая. Девятнадцатый стих. Я сейчас прочитаю санскрит. Следите за мной, как я буду читать. Переводится это так. Тот, кто считает живое существо убийцы, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита. Комментарий. Ни к одному живому существу нельзя применять насилие. Тот факт, что живое существо нельзя убить, отнюдь не оправдывает тех, кто убивает животных. Убийство любого тела, совершенное без дозволения, свыше является преступлением и карается по законам государства и законам Бога. Однако Арджуна должен был сражаться не ради удовлетворения собственных прихотей, а во имя религии. Такой интересный стих. Речь идет об очень важной информации для нас. Это не просто информация, это, в общем-то, основа для понимания смысла жизни, основа для понимания, как себя вести в этом мире. Особый секрет раскрывается. И он состоит в том, что невозможно убить душу. То есть нас убить невозможно. Невозможно убить нашу жизнь, потому что для души самого явления, как смерть, не существует. Просто этого явления, нет вообще, этого понятия нет для души. Понятия нет. Смерть это материальное понятие, перенесенное на духовную реальность. Немножко неправильное использование этого понятия. То есть смерть это явление материального мира. Это не относится к духовной жизни. Смерть это материальное явление. А душа родом из мира духовного, поэтому смерть не относится к душе. Душа не отсюда. Смерть относится к всему материальному. Все, что материальное, обязательно будет уничтожено. Сохранить невозможно. Но душа – исключение. Поэтому в мире материи всему приходит конец, абсолютно всему, ничего сохранить невозможно. Поэтому это касается только нашего тела. Да, вот с телом эта проблема есть. Факт. Реальная проблема с этим телом. Но, хотя с телом есть эта проблема, и оно обязательно умрет, 100%. Никаких шансов нет. Однако, мы не имеем права пренебрегать жизнью этого тела. И жизнью других тел. Не имеем права пренебрегать или относиться к этому легко. А все равно все умрут. То есть нельзя делать такой вывод. Ну что это животное? Оно же все равно умрет. А так хоть мы его съедим. Ну здрасте. Вот вывод нормальный. Я хотел, чтобы прийти в магазин и сказать, ну все равно же ворую. Все равно его что-нибудь украду. Давайте я просто возьму бесплатно и все. Ну так как-то странно звучит, очень подозрительно. Нет, нельзя этим спекулировать. Нельзя делать такой вывод. Поэтому, как мы выяснили в этом стихе, веды очень строго утверждают, что ни к одному живому существу нельзя применять насилие. Ни к одному живому существу. Вот это вот ма, хим, сия, цар, вопутани. То есть буквально это переводится как «лишь бы не было войны». То есть лишь бы никого не убить. Лишь бы не начали убивать все друг друга. Не надо убивать друг друга. Не надо убивать друг друга. Вот в этом идее. Не надо. Лишь бы убийства не было. Можно ругаться сколько хочешь. Можно спорить сколько угодно. Можно философствовать как угодно. Не соглашаться можно. Но нельзя приступать к военным действиям, нельзя браться за оружие и убивать других, что бы ни происходило. То есть никакая проблема сразу не должна решаться насилием. Проблем возникает много, это факт. Это мир проблем. Все, что мы делаем в этом мире, это решаем проблем. Возникает, вы заметили? Мир проблем. Но никакая проблема не должна решаться насилием так просто. Насилие это последний уже способ решения проблем. То есть вот это вот убийство, это ситуация, когда никакими другими способами проблема не решается. Никакими. Никакими. Но чтобы это понять, необходимо долго и упорно искать мирное решение конкретной ситуации. Долго и упорно искать мирное решение. Например, нам очень хочется есть. Есть хочется всем. Какая проблема? Голод это, в общем-то, может быть такой серьезной причиной для волнения человека. Может быть, мы давно не испытывали голод, но голод достаточно серьезный проблем. Достаточно серьезный. Могут возникать разные мысли по этому поводу, как дальше жить, если дынец. И он даже может сводить с ума. Голод может сводить с ума. Очень такое сильное чувство. Очень сильное чувство. Но зачем сразу кого-то убивать? Надо сразу кого-то убивать. Ну и что вот есть захотел, убил. В общем, странно. Очень странно. Нет, если в действительности человеку нечего есть, и он находится в критической ситуации, там заблудился, еды нет, и он не может отличить шишку от поганки. Даже поганки можно есть, почему нет? Если правильно приготовить. Он может не умеет готовить, что это все проблемы. Это одно из искусств, кстати. Одно из искусств, это умение питаться коренями и плодами. Одно из искусств. Это что человек, который умеет питаться коренями и плодами, он никогда не попадет в сложную жизнь в институт. Потому что хоть где он там заблудился, хоть где потерялся, если узнает науку о коренях, то все нормально. Потому что очень много коренев можно спокойно есть, они очень вкусные, замечательные, очень полезные, хорошие. А уже если он в злоплодах разбирается, тогда вообще все замечательно. Но если действительно такая ситуация случилась, только тогда, в конце, конечно, уже мы можем понять, что может быть и пришло время для какой-то формы насилия. А что делать? Что делать? Мы должны бороться за свою жизнь, почему нет? Поэтому иногда приходится применять какую-то форму насилия. Но очень редкие случаи. Так сложно попасть в такую ситуацию. Это война какая-то, может идти, блокада Ленинграда, я не знаю, или заблудился человек действительно где-нибудь с тундры, где кроме ягеля ничего не растет. Тогда да. Но в любой другой ситуации можно жить. Можно жить. Если готов к методам проб и ошибок, можно узнать, что съедобно, а что нет. Просто по чуть-чуть надо пробовать, сразу все, не надо съезжать. По чуть-чуть попробовать. От маленького кусочка никто не умрет. Даже если это очень ядовитая штука, от маленького кусочка не умрешь, наоборот, только вылечишь. Если маленький кусочек съешь. Поэтому не страшно. Да, бывают такие ситуации, но не надо сразу применять насилие. Сразу не надо. Поэтому если есть достаточно много растительной пищи, можно обойтись подручными какими-то явлениями. Зачем сразу кому-то голову откручивать? Какие голову откручиваются? Поэтому фактически в этом случае последствия, карма, приходят не просто за какое-то убийство животных, дело даже не убийство животных, а карма, тяжелые последствия, приходят за нежелание найти ненасильственные способы решения ситуации. Карма приходит за нежелание найти другие варианты, более человечные варианты. Вот за что приходит карма. За нежелание просто подумать, за нежелание подшевелиться, за нежелание что-то сделать, чтобы предотвратить насилие. За нежелание. За нежелание. Так интересно. И самым греховным действием является убийство собственного тела. Мы сегодня уже говорили об этом. Причем, когда мы уничтожаем тело физическое, как мы сегодня выясняли, например, вследствие самоубийства, тело тонкое не исчезает. Мы это также сегодня выяснили. Оно продолжает существовать до тех пор, пока не закончится этот срок, отведенный тело физическому. Такая форма жизни называется духом или привидением, как хотите. И убийство не обязательно может происходить физическим способом. То есть это не обязательно самоубийство. Самое страшное убийство, это лишить себя возможности вновь родиться в следующей жизни человека. Вот это настоящее убийство. Вот это концептуальное убийство, когда человек лишает себя возможности вновь родиться человеком в следующей жизни. Вот это вот философское убийство. Это самое изощренное убийство. Самое изощренное. Так просто даже не получится. Очень интересно. Очень интересно. Это и есть на самом деле убийство человеческого тела. Потому что если человек живет богочестивой жизнью и он как-то попадает в какую-то ситуацию, умирает, он не убивает свое человеческое тело, оно ему дается новое опять в принципе. И он продолжает дальше жить. Но вот если мы лишаем себя этой возможности, действительно деградируем так, что больше не дается человеческое тело, вот это вот настоящее самоубийство. Это настоящее самоубийство, это философское самоубийство. Это когда мы рады деградации. Когда нас устраивает деградация. Когда мы принципиально деградируем, нас это радует. Вот здорово. Ух, хорошо веселюсь. Один мой друг, он позвонил мне недавно, рассказывал. Я спрашиваю, ну как дела? Говорит, жизнь такая тяжелая. Есть очень тяжелые места в России. Говорит, такая жизнь тяжелая. Я устроился на работу, боюсь тебе говорить. Я говорю, говори, не бойся. Я все уже видел в этой жизни. Говорит, я в пивной войне устроился работать. Что посоветуешь? Хоть, чтобы хоть как-то жить. Я говорю, ну тут знаешь, один только совет мне в голову пришел. Не доливаем пива. Не доливай, это будет благо. Это шутка, конечно. Но это вот недавно у меня произошел этот разговор. Бывает жизнь заставляет куда-то пойти, человеку нечего делать. Семья, дети родились. Это не Москва, где тут можно пойти, в общем-то, устроиться на работу. Везде руки нужны. Бывают места, где просто нет работы. Просто работы нет. Ее просто нет работы. Вот не поверите, может быть, но нет работы, факт. Вообще никакой. Просто вообще никакой работы нет. И люди идут на все, что угодно. Готовы пиво не доливать. Что угодно делать, но как-то нужно жить. Факт. Нужно жить как-то. Нужно быть очень аккуратным. Если даже человек идет на это, он не должен это философски принимать. Он должен стараться сохранять человеческое лицо на этом месте. Хотя это последнее, конечно, способствовать греховной деятельности. Это последнее, что можно сделать. Называется угрокарма. Тяжелейшая карма. Убийственная карма. Угрокарма. Она не аннулируется фактически в этой жизни. Угрокарма не аннулируется. Но иногда ради долга, ради спасения семьи, еще чего-то, нужно идти на это. И это в какой-то мере даже подвиг. Если человек философский, этому не рад. Если человек рад философски, вот здорово, да, вот жизнь меня привела, поэтому теперь я вынужден, вот, и буду даже немножко пить, нормально. Нет, это уже все. Это уже все. Но если человек просто попал, и он должен это делать, и он не рад философски, и он старается сексиу как-то вот это аннулировать, это нормально. Это терпимо. Это значит, что деградации не будет. Потому что если человек обрадуется тому, что жизнь не вызывала, вот, все, жизнь меня заставила, поэтому теперь я могу делать то, что всегда хотел. Вот тут начинается деградация. Это и есть убийство человеческого тела. Но с последующей жизни человеческого рождения не будет. Не будет. А это убийство. Поэтому если деградации сознания не происходит, то во время смерти мы не теряем человеческое тело. Меняем на новое, молодое, здоровое. В принципе, человек духовно развивающий, если он даже в какой-то мере радуется смертью. Почему? Потому что будет дано новое, молодое, здоровое, полное сил, веселое, радостное, свежерожденное тело. В принципе, нормально. Если не обращать внимание на детские болезни, на проблему с соской и пеленками, особенно вот в этот жуткий период, когда вас, ну, перематывают насмерть пеленками. Уже не перематывают? То есть, так, да, он ползает влезу, интересно? Ну, а так это было интересное состояние. То есть, вот, уже не перематывают, да? Интересно. Но все равно, то есть, метод решения детских проблем с помощью соски, он остался. Ну, хорошо не перец чили. Вот такая соска тоже используется. Человек сразу привыкает и не болеет, нормально. Если все это, конечно, сбросить всю эту несвободу, то, в принципе, это нормально. Но если мы убили в его соске свое развитие, тогда это настоящее убийство. Это некоторая улыбка смерти. У смерти есть улыбка. когда поведение человека явно глупое и он заслуживает даже иногда досрочного перехода в мир других форм иногда все вот, ну не жилец не нужная ему человеческая жизнь один только вред от него смерть может к нему прийти в форме усмешки он может смешно умереть может смешно умереть показав тем самым урок другим человек достойно умирает героически у него всегда героическая смерть героически он как подвиг, это его подвиг о его смерти все вспоминают и, так сказать, в воздух стреляют и книги пишут но если человек переходит в животную форму он может смешно умереть он не войдет уже в историю как герой может смешно умереть недавно я читал книгу про то, как умирали великие люди несколько интересных меня случаев поразило например, Пинкертон меня поразил помните, Алан Пинкертон был известен тем, кто создал первое детективное агентство Пинкертон он разработал все эти методики ведения расследований скрытое наблюдение в общем такое вот он скрытое у него было шпионское, скрытое подглядывание подслушивание такое все вот он все это разработал то есть работа под прикрытием в общем такое развивал все формы такого вот в общем-то обмана какого-то и он учил других, что если кто-то что-то сболтнул лишнее все, об этом узнают другие об этом узнают другие то есть его теория была такая философская что главное не болтать от него пошла эта идея что знают двое знают все это факт можете проверить узнают двое знают все поэтому редко говорится если хотите достичь успеха в своем деле никому о нем не говорите если дело такое серьезное какое-то лучше никому не говорите все узнают и его главное наставление всем своим этим подчиненным сыщикам было всегда держать язык за зубами иначе это добра не доведет то есть это его была главная идея все должны держать язык за зубами все но однажды Пинкертон поскользнулся на тротуаре прикусил язык умер от инфекции от того что прикусил свой собственный язык чем очень доказательно его поучительно доказал всем остальным лучше держать язык за зубами лучше не высовывать даже даже на улице могут быть большие проблемы или еще я читал про Айсидору Дункан тоже известная да танцовщица так сказать была такая модная женщина и она очень гордилась длинными шарфами у нее была коллекция длинных шарфов носила такие всякие сейчас у нас мужчины носят такие пушистые шарфы она начала эту моду они писали во всех газетах и она не снимала их ни при каких обстоятельствах жару холод все равно она ходила то есть модная была то есть модный человек это человек который убивает свое тело ради того чтобы просто носить какую-то надежду и однажды она погибла от своего собственного шарфа во время поездки она ехала довольная на какой-то там открытой машине концы шарфа они там еще два квартала за ней летели я один из концов попал в колесо и просто задушил ее моментально взук все она погибла моментально умерла быстро но модно быстро но модно а еще один интересный случай тоже произошел с известным телеведущим был телеведущим очень известный там не помню имя неизвестное сейчас в другой стране был и он был сторонник теории здорового питания очень интересная история такое про здоровое питание рассказывал все все его передачи были там животноводство сельское хозяйство передовое все так развивал и во время своего ток-шоу на телевидении он очень необдуманно произнес очень опасную фразу но очень популярную и любимую фразу в кругах тех кто занимается самооздоровлением он произнес фразу я собираюсь дожить до 100 лет знаете любят люди говорить да те кто занимается оздоровлением обливанием водой холодной морковки едят солнцем питаются солнцееды и он принес эту фразу и знаете что произошло в эту же секунду на глазах у всех телекамер в прямом эфире он скачался от разрыва сердца как только он произнес эту фразу я живу здоровым образом жизни я ем только все здоровое утром бегаю вечером дышу там холодной водой обливаюсь босиком бегаю по песку в эту же секунду на глазах у всех телекамер в прямом эфире он умер от разрыва сердца в эту же секунду аккуратнее можно с заявлением очень аккуратно очень аккуратно так интересно происходит он забыл что здоровье к сожалению не является защитой человека от смерти здоровый человек от смерти не защищен точно так же как и нездоровый можете проверить по дорожно-транспортным происшествиям как здоровые люди погибают под колесами автомобилей так и нездоровые абсолютно все равно то есть здоровье не защищает от самой смерти как такого мы говорим что здоровье от наступления старости защищает но нет смерти поэтому не нужно путать эти два явления нужно быть очень аккуратным ну и конечно напоследок напомню любимого пресли потому что его знают все Элвиса Пресли знаете но кто не знает это счастливый человек потому что в основном все знают был очень веселый товарищ и кто знает где его нашли мертвым он был король знаете король пресли и король на чем должен умереть на троне кто знает на чем умер Элвис на уникальзе некрасиво его нашли сфотографировали и фотография появилась в посмертном некрологе король умер поэтому опасность я называю королем а то можно на другом троне умереть от передозировки кстати однако несмотря на то что душа бессмертна ее тоже можно довести до полузабытия тоже можно усыпить фактически достичь состояния некоторой духовной комы духовной комы убить нельзя но в комы войти можно духовную комы войти можно таковы ее признаки Духовная кома, признаки духовной комы, когда человек не хочет слушать о Боге. Это духовная кома. Когда его воротят от этого. Он не может просто об этом слушать. Просто вот не может. Не может о духовном развитии, о очищении, о самоосознании. Он просто сразу же воротит. Значит просто в коме чует. Не нужно его трогать. Просто в коме. Пусть лежит. Нормально. Он живой. Но еще в коме. А вывести из комы не так просто. Не нужно быть в иллюзии. Кома достаточно серьезное состояние. Человек только сам может выйти из комы. Никаким внешним образом так просто не выведешь. Хоть что делаете, не выводится человек из комы. Поэтому из духовной комы очень трудно вывести человека. Очень трудно. Нужно просто ждать. Просто с верой и правдой ждать. Вера и правдой. Вы можете что угодно. Кричать. Вопить. Поливать его святой водой. Посыпать его святой землей. Понимаете. Что угодно. Бить его святым трактатом по голове. Все что хотите. Подкладывать ему там духовные журналы под подушку. Чтобы они его и ночью просвечивали волшебными вибрациями. Не так просто. Не так просто. Потому что в коме. В коме. Нужно просто ждать. Просто ждать и не убивать. Не нужно останавливать. То есть нужно просто ждать. Не убивать. Ждем. Время придет. Выйдет из комы. Все выходят рано или поздно. Может правда не в этой жизни. Ну что поделать. Это. Это желание слушать. О духовном. Это естественная деятельность. Души. Проснувшейся души. И она сейчас конечно. Не так много кого интересует. Много кто сейчас находится в коме. Хотя может показаться что жизнь есть. Однако это жизнь в коме. Просто кома такая немножко активная. В коме можно работать оказывается. Создавать семью. Заниматься любимым делом. Но это кома. Потому что пока нет желания слушать о духовном. Это все кома. Состояния комы реальной жизни нет. Некоторая галлюцинация. Факт. Галлюцинация. Душа спит. Душа спит. Но разрешает телу жить. И у тела много дел. У тела много желаний. И тело ходит их осуществляет. Есть хочу. Надо идти в еду. Еду так просто не дают. Что надо делать? Тело пошло работать. Надо работать еду. Что надо еще? Детей надо рожать. Пошел искать с кем рожать. Кого раз родили. Нормально. То и пошел. Тело живет своей жизнью. Душа в этом не участвует. Тело живет своей жизнью нормально. Весело. Тело хорошо. Тела друг с другом. Нормально. Общаются. Все хорошо. Договорились. Телесная платформа. Так и называется. Телесная платформа общения. Весело. Какая проблема? Все говорят. Вот. Робототехника. Какая робототехника? И так все на уровне робота все происходит. На уровне комы. Поэтому и тело делает то, что ему вводит в голову. Поэтому, как это не страшно звучит, но по улицам бродят неуправляемые душой тела. Душой тела неуправляемые абсолютно. Неуправляемые душой тела. Поэтому их надо в жесткие рамки вводить. В жесткие. Все. Штрафы. Уголовный кодекс. Правила дорожного движения. Все. Потому что душа не управляет. Душа не управляет. Необходимо фактически страхом руководить. Мы видим, что вот эти средства руководства, в общем-то, они на страхе основаны. На страхе. Потому что тело боится. Тело пугливое. Да! Вздрог более, нет? Вздрог. Тело боится. Душа не должна бояться. Потому что душа смерти не знает. А тело знает смерть. Поэтому оно вздрагивает. Мало ли что. Правильно? Да. И поэтому, если метод страха применить, можно руководить телом. Можно руководить. Туда не ходи. Десять лет термоя. Не пойду. Понятно. Ну, это все ясно. Доступно. Но это руководство для души уже страхом не поруководить. Как трудно с духовными людьми. Как трудно руководить людьми духовными. Они бога даже не боятся. Знаете? Духовные люди ничего не... Они знают, что смерти нет. Бог нас любит. Понимаете? Тело временное. Законы иллюзорные. Жизнь вечна. Мы все любим друг друга. Бог любит нас. Мы все братья и сестры. Как ими руководить? Это кошмар. Я занимался руководством духовными людьми много лет. Десять лет не знаю сколько. Ну, все там везде. Ужас. Никто ничего не боится. Никто. Ничего. Знаете? Ни бога, ни черта. Черта даже интересно. Давайте нам черта посмотрим, рога открутим. Никого. Очень трудно. Поэтому... Государство боится духовности. Именно поэтому. Невозможно руководить духовенством, духовными людьми. Просто верость человеком руководить невозможно. Все. Абсолютно. Все. Если он пошел работать, это самый плохой работник. Он никого не боится. Ни директора. Ну, директор мне послан Богом. Директор меня уволил. Ну, Бог так хочет. Ну, что делать? Такова судьба. Пойду ко строгу. А его Бог накажет. У него своя жизнь. Да. Ну, все. Будь счастлив. Все нормально. И абсолютно доволен. Приходит домой. И его жена спрашивает. А где деньги? Говорит, Господь хочет, чтобы я отдохнул. То есть, все. Абсолютный нонсенс. Вообще. Жить невозможно. Семью с таким человеком трудно создавать. Все. Бог обо всех заботится. А мы просто его марионетки. Ну, что делать? Трудно, да. Поэтому нужно быть аккуратным. Потому что тела, тела исполняют свои желания. Ходят по этому миру. Делают то, что им приятно. Не контролируют свои чувства. Зачем? Зачем их контролировать? Нет. Есть идея, нужно удовлетворять свои чувства. Они же даны нам. Поэтому. Иногда тело готово пойти на что угодно ради исполнения своих желаний. Так появляются преступления. Поэтому. Появляются доктора. Появляются духовные трактаты. Появляются духовные учителя. Появляются гуру. Появляются те, кто пытаются оживить душу. Оживить душу. Душу необходимо оживить. Они приходят в этот мир, святые люди. Чтобы помочь выйти из состояния комы. Пробуждают. Это никому не нравится. Пробуждают. Очень нервно все себя ведут. Пророки великие приходили. Будили всех. Но когда человек просыпается, он очень злой. Замечали? Сначала злой. Что меня разбудили? Я что хочу поспать? Вот поэтому, когда приходят пророки. И многих будят. Их могут на крест пробить. Раз пять. Не оценивают того, что кто-то выводит кого-то из комы. Невозможно сначала оценить. Но потом оказывается, что несколько тысяч лет кома аннулирована. То есть люди выходят из комы и уже не могут уснуть. Смотрите, как действует пророк. Пришел чуть-чуть, пожил там лет тридцать и все. Потом несколько тысяч лет из комы люди вышли. До сих пор. Просто вот по его стопам идут. Просто его истории о нем рассказывают. Даже сам он может там несколько слов всего сказал. Обычно пророки мало говорят. Немного говорят. Но таков результат, что потом несколько тысяч лет все это происходит. Несколько тысяч лет. Уже в кому обратно не войдешь. Поэтому Бог смотрит на нас глазами святых в этом идее. Он посылает нам святых. А взгляд Бога оживляющий в этом идее. Он оживляет. Он смотрит на нас через глаза святых людей и оживляет этим взглядом. Мы просыпаемся из этой комы. Выходим. Это то, что может нас по-настоящему вывести из этого полумертвого состояния. Мы можем абсолютно прийти в себя. Можно прийти в себя. Очень интересно. Поэтому материализм это желание самому стать Богом. Мы говорили сегодня уже об этом. А духовность это желание жить так, чтобы Богу было приятно нас посмотреть. Чтобы было приятно нас посмотреть. Можно даже сказать так. Материализм это желание самому видеть Бога. А духовность это желание жить так, чтобы Богу было приятно посмотреть на нас. Так будет интересно звучать. И кажется, что мы вовсе не держим в себе такого крамольного желания прямо самому стать Богом. Ну, когда я такое думал? Да никогда я такого не думал. Правильно же? Вот так вот оно как-то возникает. Да это не обо мне. Согласитесь. Это не о нас. Да? Ну, в принципе, да. Почему нет? Да? Мы же так, но не думаем. Однако давайте вглядимся повнимательнее. Таково отличительное качество Бога. У Него все самое лучшее. Он самый исключительный. Он самый лучший. Он самый-самый-самый-самый красивый. Самый богатый. Самый умный. Самый сильный. Самый отреченный. Все самое есть. Да? Все самое. Абсолютная личность. Теперь посмотрите на поведение современного человека. Очень интересное поведение. Современный человек тоже пытается стать самым-самым. Самым-самым. Мы ищем самую лучшую одежду. Необычную одежду. Такую, чтобы отличаться от всех. Что ищут все люди? Они ходят ищут отличительную одежду. Очень так некрасиво прийти в том, в чем уже пришел другой человек. Должна быть отличительная какая-то одежда. Что это за желание? Быть самым отличным от всех. Отличаться от всех именно. От всех. Отличаться от всех. Тем более, если человек известный. Ему вообще только дорога в швейную мастерскую. Только ему шик что-то. Особенно ужасное. Сумасшедшее. Такое, наверное, все клоун просто ходят. Я, конечно, прошу прощения у товарища Зверева. Но, так сказать, вот так вот это вот надо вот действительно желать быть супер отличным от всех. Вот прямое желание быть отличным от всех. Факт. Такого больше нет. Однозначно. Его больше нет. Поэтому вот он все привлекающий. Все привлекающий. Поэтому быть Богом очень легко. Оденьтесь в то, что не носят другие. И все будут на вас смотреть. Популярность достичь проще простого. Нужно одеть то, что нормальный человек не оденет. И вы будете супер популярны. Люди там что-то бьются какие-то там. Телевидение пробиваются еще куда-то. Оденьтесь как чучевые. И ходите везде. И все будут на вас смотреть. Будете известно через неделю. Гарантирую. Парашют оденьте. И ходите по Красной площади. Везде о вас напишут и в телевидении покажут. Вот гарантию. За неделю станете супер известным в России человеком. Не верите? Можете провести эксперимент. Никакой проблем. Главное вот какое-то провогатнее. Перья павлине в гусы засунуть. И все. Зеркалами обвешаться. С воздушными шариками в руке побольше. И все. И все. Все вас узнают. Никаких проблем нет. Не проблема. Не проблема. Ну вопрос. Кому это надо? А так проблем нет. Но человек хочет быть каким-то. Особенно. Мы ищем. Мы ищем. Мы пытаемся стать самыми красивыми. Тратим огромные деньги на все это. На прически, макияж. Накачиваем свое тело в фитнес-клубы. Так все дорого. Человек он бегает туда-сюда. Все. Между этим разрывается. Пытается восполнить. Недостаток объема. Так сказать. Мозгов. Объема мышечной массы. Пытается стать самым. Самым. Хоть в чем-то. Слушаемся в каждую телепередачу. Чтобы стать душой компании. Чтобы рассказать какую-то особенную новость. Новые анекдоты. Что угодно. Лишь бы быть самым-самым. Чтобы быть самым интересным собеседником. Самым умным. В конце концов. В последнем варианте. Мы захотим бросить все. Бросить дом, семью, работу, страну. Уехать в святое место. В монастырь пойти. Для чего? Чтобы стать самым духовным. Самым отреченным. Самым монашеским монахом. Это тоже желание стать Богом. Даже в монастырь можно пойти. В желание стать Богом. Чтобы быть самым монашеским монахом. И как вы думаете, это редкость? Не редкость. Да какой не редкость. Чтобы пойти там один день в школу посадить. Потом всем рассказывать. Я в монастырь целый день живу. Знаете. Там мне все время приходят люди и хвалятся. Я целую неделю проживу в монастыре. Это не победа. Ты свою жизнь делай. Как монастырь. Вот тогда действительно будет что-то ценное. Не нужно идти в монастырь. Чтобы жить духовно. Но свою жизнь делать. Что такое в монастыре? Это желание контролировать свои чувства. Контролировать свои чувства. Там просто не разрешают. Палкой будут бить. У меня эта традиция просто палкой по голове. Бах и все. Такая просветляющая традиция. Аж так просветляются глаза. Аж искры. Сыпятся в буддийской традиции. Много. Очень так просветляюще действует. А сразу видно, когда человек о чем-то своем задумался. Знаете. Мысли пошли, 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 пошли. Ему бах сразу по голове. Ох просветлился. Мысли уходят от удара. Можете попросить. Человек себе. Да что же я. Уходит глупая мысль. Да. Помогает. Поэтому в некоторых традициях есть самобичевание. Помогают. Уходят глупые мысли. Действительно. Не надо сразу приступать к этому. Но это помогает. А в некоторых нет. Нужно научиться в реальной жизни так себе вести, чтобы дурные мысли не преследовали. Тогда это будет действительно чем-то стоящим. Проблема только в одном. Мало кто в действительности хочет стать смиренным, стабильным, глубокомыслящим, духовно развитым. Но именно это и является началом нашего пути. Когда мы сами хотим контролировать свое поведение. Когда душа просыпается, мы хотим контролировать поведение своего тела. Поведение нашего мышления. Свои выводы. Свои идеи. Мы мало кому нужны в этом мире. В общем-то это некоторый секрет, который с возрастом открывается. Что мы мало кому нужны. И обычно, когда человек это понимает, он превращается в цинника. Когда в материальной жизни человек понимает, что он никому не нужен, он просто цинником становится. Никому мы не нужны вообще. Факт. Он понимает, что все, что было в его жизни, это просто такое детское веселье. Просто эти отношения были настолько детские. Отношений не было никаких. Но когда он взрослеет, он понимает, что это никому не нужно оказывается. Это очень тяжелое такое, тяжелое открытие. И вот эта ненужность проявляется особенно в критических ситуациях. От человека просто все отворачиваются. Он остается в полном одиночестве. Поэтому всем нам, как воздух, необходима нужность. Это одно из наших желаний. И быстрое духовное развитие успокаивает нас именно в этом вопросе. Вот нужность это основная потребность сейчас наша. Если мы сейчас задумаемся, все, что нам нужно, это нужность. Пусть это автология. Но все, что нам нужно, это нужность. Это факт. Мы все хотим нужности. Мы сейчас можем это даже не понимать или скрывать. Но если мы будем честными, мы хотим быть нужными. Вот факт. Это желание души. Потому что мы изначально нужны Богу. И духовность именно в этом нас успокаивает. Мы понимаем, что мы нужны. Мы нужны. Факт. Мы нужны. Мы не можем остаться в полном одиночестве. И это очень приятно. Это очень приятно. Духовность делает человека таким спокойным и уравновешенным. Потому что у него есть нужность. Он понимает, хоть хотя бы Богу я нужен. Вот меня любит и ждет. И все хорошо. Ну, другим не нужен. Ну и ладно, в принципе. И не особенно-то претендуем. Но кто-то есть, кому я нужен. И эта нужность не пропадет. Чего мы еще боимся? Предательства еще боимся. А Бог не предаст. Он нас любит. Факт. И это самое лучшее положение. Самое спокойное положение. Это называется вообще самаси. Самаси это когда я нахожусь в этом понимании, что я нужен. Я нужен. Поэтому я хочу что-то сделать. Случительно сделать хорошее. Есть интересная история. Духовная история. В духовном мире. На духовной планете Галока Вриндауна. Живут коровы. Их называют сурабхи. Это коровы Кришны. Это особые коровы. Это коровы. Которые дают нектар. Наши коровы это копия духовных коров. Поэтому коровы считаются священным животным. Даже здесь корова дает нектар. Молоко это нектар. Больше нет такого. Заменить невозможно. Есть корейская корова. Соевая. Это далеко не нектар. Очень не рекомендую соевое корейское молоко. Он не пропит. Хотя его позиционируют как фитнес какой-то. Я не знаю. Но это очень тяжелые продукты. Поэтому молоко ничто не заменит. И там тоже живут коровы. И с ними особые отношения. Их несколько сот тысяч. У Кришны несколько сот тысяч. И однажды одна из коров решила спрятаться в лесу. Она решила спрятаться в лесу. Потому что она хотела проверить одну вещь. Ее волновала очень одна идея. Коров очень много. Ее интересовало всех ли коров любит Кришна. Всех ли коров он помнит? И что будет, если я потеряюсь? Ее очень это волновало. А что будет, если я потеряюсь? Вообще вам никто не вспомнит? Вообще кто-нибудь заметит, что у меня нет? Иногда об этом мы слишком поздно узнаем. Когда никто не замечает, что вообще мы пропали. Иногда я в какой-нибудь город приезжаю. Знаете, мне говорят... Я когда приезжаю, мне спрашивают. Вы что, уезжали? Я говорю, ну вообще у меня тут год не было. Они говорят, а мы думали, так лекции идут. Так иногда могут за год даже не заметить, что мы пропали и исчезли. Эта корова тоже очень сильно волновалась. Очень сильно беспокоилась. Как он именно к ней относится? К ней относится. Это коровы вообще очень хитрые животные. Коровы очень хитрые животные. Это вот наши коровы немножечко туповатые, потому что они на убой выращиваются. Поэтому они сразу чувствуют, что жизнь грустная. И они даже в сознание не хотят приходить. Поэтому они очень пугливые, убегают сразу. Но коровы, которые не на убой выращиваются, они очень живые. Очень живые. У них глаз очень блестящий. И они очень хитрые всегда. И они в постоянной медитации находятся. Особенно по поводу еды. Какая-нибудь лавочка стоит. Обычно какой-нибудь йогурт варится на улице в Индии. Варится большой чан с йогуртом. И метрах в двадцати стоит корова целый день. И как будто жует свою траву. Жует. Как будто вообще она тут случайно стоит. Но глаз очень хитрый такой. Очень хитрый, очень блестящий глаз. И она ждет. Она ждет момента, пока ее не перестанут замечать. А закон такой. Если несколько часов вы находитесь вместе с каким-то предметом, он перестает замечаться. Знаете, вот люди иногда дома живут в соседних комнатах и не замечают друг друга. Вот все вот. Прижились. И вот корова, она выстаивает, пока ее перестанут замечать. То есть она становится частью реальности незаметной. А когда ее перестали замечать, ее перестают бояться. И она спокойно ждет этого момента. Ее перестали бояться. И, наконец, от этого котла отошли. В эту же секунду. С высоко поднятым хвостом. С ярко горящими глазами эта корова делает свои быстрые 20 секунд вперед. Кот, опускает свой большой нос в этот чат и... Одним вдохом выпивает свою эту корову. И улыбаясь... Видели, улыбаешься, коров? Улыбаясь, получая по задницу удары палками и ногами. Она очень довольна. Идет домой. Это картина вообще. Это картина. Если вы один раз это видели, все. Это просто чудо какое-то. Чудо. Настолько живое все интересное. Нужно быть очень аккуратным. С животными они живые, на самом деле. Все там планы, медитация. Все проверено, продумано. Красотища. И вот одна из таких коров, значит... Она решила проверить, ее-то помнят вообще или нет. И она очень волновалась. Вспомнят, не вспомнят имя. Как же имя-то? Может по имени-то вспомнят или нет? Нужна она, не нужна. В стадии столько красивых коров. У всех хвосты красивые. Пятна красивые. А я не понятно. А вообще красивые, а нет. Скадила волновалась. То есть форма коровы не считается прямо самой красивой. Считается, что лошади красивые. Ну, корова считается, ну, так себе. Так себе. Ну, то есть... Не пример прямо красоты. Ну, корова. Поэтому она сильно волновалась. Стеснялась. Вот корова родилась не лошадью. Волновалась. Помнит меня, не помнит. Так сказать, переживала. И она спряталась в лесу. Ну, когда стадо показалось на горизонте. Только показалось. Фактически даже не все стадо. Только пыль от этого стада показалась на горизонте. Кришна сразу увидел, что этой коровы нет. Он сразу увидел, что ее нет. А там несколько тысяч коров. И он сразу... Только пыль показалась. Только вот первый звук от копыт раздался. И он забрался на самое высокое дерево. И стал кричать ее имя. Стал очень громко чать ее имя. На весь лес. Ее звали Дхавали. И он с таким горем стал кричать. Да, лови! Он стал кричать с такой болью в сердце. С такой болью, что эта корова, она чуть с ума не сошла. Она чуть с ума не сошла, когда услышала, что он стал ее звать, кричать. Она не смогла больше прятаться. Да, лови! Она не смогла прятаться. Все, она просто с ума сошла. Задрава хвост, выскочила, понесла, стала кругами бегать, подпрыгивать, через себя перепрыгивать. Все просто с ума сошла. От счастья. Почему? Понимаю, она нужна. Она просто нужна. И все. Все беспокойство пропало. Она нужна. Мы все хотим быть нужными. Все хотим быть нужными. Мы все хотим, чтобы нас помнили, чтобы нас ждали. Чтобы нас любили. Все это возможно в полной мере только в духовной жизни. Материальная жизнь очень тяжела в этом отношении. Они нас забывают. Нас предают. Мы стареем, становимся неинтересными. Мы меняемся, становимся скучными. Мы беднеем, становимся низшим классом. Мы богатеем, становимся наглыми, заносчивыми. Нам завидуют и так далее. Какие бы изменения с нами не произошли, они почему-то не в лучшую сторону. Ахахаха. Ахаха. 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 Поэтому путь в духовный мир, это стараться изо всех сил принести в мир материальный и качество мира духовного. Принести сюда кусочек духовного счастья. А что это значит? Это значит, что вокруг нас будет духовная атмосфера, если мы будем любить, ждать и помнить всех, кто нас окружает. Если мы будем любить, ждать и помнить всех, кто нас окружает. Необходимо создать вокруг себя такую атмосферу, атмосферу нужности, чтобы все, кто связаны с нами, почувствовали свою нужность. Почувствовать. Вот это есть духовная атмосфера. Это есть духовная самадхи. Это высшая ступень йоги. Почувствовать свою нужность. Это есть настоящая проповедь. И есть настоящая философия. Это есть настоящее знание. Проповедь показательна, философия показательна, какая-то идея показательна, когда каждый может ощутить этот аромат духовного счастья, аромат нужности. Когда каждый может понять этот аромат нужности. И всему этому должен научиться ученик. Ученик, поэтому... Ученик, это всегда последователь. последователь, он идет по стопам своего учителя. Очень интересно, называется Нуга, идет по стопам, идущий по стопам, и изо всех сил старается не отойти ни на шаг, чтобы почувствовать этот аромат духовной нужности. Он видит только спину своего учителя, идет прямо за своим учителем. Очень интересная философия, идти вслед за вслед со своим учителем. Видишь только своего учителя, почему нет? Но ученик полностью этим доволен. Он идет только за своим учителем, полностью этим доволен. ему после ничего не нужно, это называется парампола, идти вслед-вслед, спина в спину. Все идут вслед-вслед. И последний, может быть, даже не видит того, кто впереди идет, кто там в какой-то, в этой цепочке, первый, третий, пятый, неважно. Ему вполне хватает того, что он идет за своим учителем. А его учитель идет за своим учителем. И в конце концов все идут за Богом, за истинным. И как только появляется желание заглянуть лицо в первом, что нужно делать? Отойти в сторону от пути. А кто там? А что там? Так начинаются отходы в сторону. А кто там? Человек недоволен тем, что он получает от своего учителя. Поэтому отход от истинного пути – это попытки очистить свое сердце не через духовную практику. Это отход от духовного пути. Каким-то другим способом. Не через приближение к Богу. Не через последовательность. Не через следование за своим учителем. Посмотрите, настолько популярны сейчас современные системы очищения. Малахов – гуру нашей эпохи. Гуру. Посмотрите на него. Все. Гуру нашей эпохи. Все. Звезда. Звезда. Детцы от него не указали. Все молятся на него, как на самого Бога. Думают, что он может очистить. Может быть, печень он может очистить. Пока еще не поздно. Желчный пузырь, может быть, и мозг. Но душу никогда. Душу никогда. Невозможно. Душу так просто не очистить. Если однажды один монах посетил одного верующего купца, богатого купца, и предложил ему сделать пожертвование. Монахи ходят специально по домам нам хозяев, чтобы предложить им сделать пожертвование. Сам человек, который живет простую жизнь, у него свободных денег нет. Потому что проблем много. Факт? Факт. Не хватает всегда. Для этого есть монахи. Монахи должны прийти и застыдить семейного человека. Говорят, ну понятно, делают тебе много, но что-то надо пожертвовать. Поэтому на монахов обижаться нельзя. Они ходят и просят. Это их работа. Они дают возможность им очиститься. Потому что деньги всегда нужны. А очищаться надо. Поэтому только монах может к совести вызвать и нагло попросить денег. Это нормально абсолютно. К этому он также пришел. Это богатый купец. Давно не делал пожертвования. И к нему пришел монах. И тот ему выписывал чек. Там на 250 долларов. В это время это была бы там большая сумма. И тут в эту секунду он получил телеграмму. Мы принесли телеграмму. Купец ее прочитал. Стревозился и сказал так. В телеграмме написано, что один из моих пароходов утонул. Все пошло ко дну. Весь товар. Поэтому ситуация изменилась. Давайте обратно чек. Зал чек, провал. Монах подумал. Ну все. Такая ситуация. Денег больше не дадут. Ну чек, когда книжка еще не была закрыта. И он написал другую сумму. Отдал ее на подпись. Ее подписали. Отдали монаху. Монах почитал. И не понял. Тысяча долларов было. Не понял. Но секретарь этого купца, он очень удивился, когда подписывал. Этот человек сказал, извините, вы не ошиблись? Пароход утонул. Все утонуло. А вы увеличили сумму пожертвований. Что такое? Тогда купец сказал, я не ошибся. Эта телеграмма принесла мне весь от Бога. Который говорит о том, что пришла пора делать уважение в дела духовные. Пришла пора позаботиться о чем-то духовном. Материальное уже утонуло. Уже мы в это дело вложили. Уже все утонуло. Надо во что-то другое теперь вложить. Поэтому я больше буду вкладывать теперь. Разумный был человек. И в материальной жизни человек оценивается по тому, сколько он накопил материальной недвижимости. Вот он поэтому оценивается. Где он купил недвижимость? Какая она? Что? Он оценивается по своим накоплениям материального. Но в духовной жизни человек оценивается по тому, сколько он накопил недвижимости духовной. Недвижимости духовной. Что мы оцениваем? Вот этот вопрос. И трактаты мудрости говорят, что отречение от материи превосходит по своей ценности ее накопление. Отречение от материи более ценно, чем накопление материи. Очень интересно. Очень интересная антисоциальная, антиэкономическая, антигосударственная идея. Я вообще боюсь, кто придет на смену Путину и не посадит меня за все эти лекции в тюрьму. Потому что очень подозрительно все это звучит для государства. Но в этом идея отречение более ценно, чем накопление. Отречение более ценно. Очень интересная идея. Очень интересная идея. А тот, кто может оценить по достоинству, способность человека отрекаться, тот является мудрецом. Вот тот, кто способен это понять и оценить, вот это мудрец. Вот это значит, что он правильно оценивает людей. Такой человек правильно видит реальность. И он правильно оценивает окружение. И все это совсем не случайно. Смысл всего этого мирового круговорота в том, чтобы... Что происходит? Сейчас объясню. Богатство учит тому, что в этом мире сейчас нет. В этом, в общем-то, поучительная роль богатства. Он научит именно этому. Это можно понять быстро, только став процветающим. Когда человек становится процветающим, он быстро понимает. Часть-то нет. Посмотрите, дерево тоже процветает. Дерево самое процветающее. Никто так не процветает, какое ему дерево. Цветет вообще, вот все лучше. А все равно дерево. Понимаете? Не важно, как дерево процветает, оно все равно дерево. Поэтому не важно, в принципе, как человек процветается. Он такой же человек точно остается. Ничего в нем не меняется. Просто он расцвел. Причем, заметьте, цветение недолго длится. Недолго. А дерево тоже. Такое же грустное дерево. Ну, подцвело маленько, а цвело. Причем, можно и тополем, так сказать, пухом немножко подцвести. Очень такое подозрительное дерево. Даже среди отцветущих растений более богородными являются те, кто способен свести чаще, дольше. Есть хитрые такие растения, у которых листы, как цветы. В южных странах очень много таких деревьев. Кажется, что это цветы на самом деле листы. И оно вот целый год такое все очень красивое. А это листья. То есть оно так вот замаскировалось. Цвети постоянно невозможно. Это, извините, такой период весенний. А вот так вот подделаться, подцветущее, это пожалуйста. Такие хитрые из деревьев. Подходишь ближе. Оно вот хитрое на самом деле. Прямо видно, знаете, хитрое дерево. Цветов нет, а листьями так вот закручило. Хитрое. Все это не случайно. Смысл всего этого в том, чтобы объяснить нам, что не стоит в этом мире особенно волноваться по поводу того, что к нам приходит, и особенно по поводу того, что уходит. Это неизбежно. А раз неизбежно, недостоин нашего внимания, в принципе. Пристального внимания недостойно. Да, мы все равно будем немножко переживать, все это неприятно, когда что-то уходит. Но большую часть внимания все-таки следует уделять накоплению богатства духовного. Все остальное можно не волноваться. Пришло, пришло, ушло, ушло. Нормально. Это все нормально. Никакой проблемы нет. Но вот по поводу духовного богатства следует поволноваться. Однажды один атеист обратился к известному священнику. Он сказал, можете ли вы доказать существование Бога? Ему древесом сказал, приходи завтра. И на следующий день, когда этот человек пришел, священник показал ему красивейшую картину. Красивейшую картину. Замечательную. Там леса, поля, горы. Очень красиво. И посетитель атеист спросил, кто автор этой картины? И священник сказал, да никто, просто два ведра случайно перевернулись. И человек сказал, за кого вы меня вообще принимаете? Неужели я поверю, что это могло случайно произойти, два ведра перевернулось? Тогда священник сказал, так как же ты можешь поверить, что этот сложнейший мир произошел случайным образом? Что не то, что даже там два ведра перевернулось, но просто вообще бомба взорвалась. И что-то появилось. Почему вообще мы так боимся терроризма тогда? Если взрывы такие деятельные, такие прекрасные бабочки вылетают, олени выскакивают, жирафы, бегемоты, бегушки. Из какого теракта вылетели бабочки? Покажите мне, какой теракт. Нет. Все спецслужбы только и работают, чтобы не допустить взрыва никакого. Как? Хват. Ничего еще хорошего нет, одного взрыва не получилось. Нет, одни только проблемы. Все это не случайно, во всем есть какой-то смысл. Вопрос, на что мы медитируем? На что мы медитируем? Мы зачастую богатство духовное ассоциируется с медитацией или даже релаксацией. Вот эта современная мода на медитацию к сожалению не сопровождается глубоким пониманием того, что происходит. Чаще всего, как мы говорили, медитацию путают с релаксацией. Что такое релаксация? Это нужно залезть в утеклую ванну, лежать в ней и есть холодный виноград. Вот релаксация. К медитации это не имеет никакого отношения. Медитация это всегда обращение к Богу. Медитация это всегда обращение к форме Бога, к Его личности. К Его личности. Факт. И совершенство йоги, совершенство медитации это беспрерывное созерцание формы личности. Личности Бога. Беспрерывное. Все остальное в принципе не может считаться медитацией. Так как зачастую не только не способствует развитию человека, вполне способно привести его прямиком в ад. Давайте рассмотрим пару вариантов. Например, медитация на свет свечи. Кем можно родиться? Светвичком или деревом. Просто деревом можно родиться и давать другим свет. Медитировал на свет, родишься деревом, будут тебя жечь. Будешь костром у пьяных охотников или рыбаков. все будут греться от тебя. Вот на свет медитировал. На свет. Ну, какой смысл. Знаете, там, на шум прибоя. Рыбкой можно родиться. Морской звездой. Знаете, звезда морская. Ну, вообще, звезда. Морская звезда. Царица морская. Прямо звезда. Лезет, поэтому на берег вылазит. Тут же засыхает. Сворачивает. Мидии, правда, можно тоже родиться. То есть, море, вода, корабли, романтика. Присосался к кораблю, плывешь. Задмечательно. Медитация на звуки природы. Знаете, что-то очень популярно. На кассету вставил, медитируешь. Можно родиться жителям леса. Знаете, комар. Тут комаров мало. Ничего. Кому надо, съездите на Дальний Восток, Сибирь. Комары вам расскажут. Очень здорово. Лягушка. Лягушка. Знаете вообще, почему они так орут? Лягушка орет от того, что ей очень понравился закат. Они на закате всегда орут. Аааа. Ааа. Ааа. Счастье, вы понимаете. Как красиво. Все замечательно. Ну, нормально. Почему нет? Есть медитация с закрытыми глазами. Такие рождаются ритмичными мышами. Кротами. Тихо, спокойно, прохладно. Ничего не видно. Хорошо. Вот оно, счастье. Счастье-одиночество. Никто не лезет, ничего не видно. Все спокойно. Я один. Слава Богу. Я один. Человек в метро садится, глаза закрывает. Я в метро, но один. Глазы закрыл, никого не видно. Хорошо. Медитация. Метро-медитация. Метро-медитация. Медитация на цвета. Тут можно цветком родиться. Красивый, разноцветный. Будешь всяким-всяким называется. На цвета люди медитируют. На желтый, на зеленый, на зеленый. Будут тобой восхищаться, хвалить, нюхать тебя будут. Приятно. Назовут каким-нибудь рододендроном красивым. Потом сорвут, поставят в воду, медленно умирать. Любимое занятие человека. Дать цветку медленно сдохнуть. Именно медленно. Оттуда таблетку аспирина еще бахнуть. Чтобы смерть была несколько недельная. Медленная, постепенная. Так сказать, наслаждаясь последними минутами жизни. А потом выкинуть засохший куст на помойку. Выкиньте этот засохший куст. Сказать. Выкинуть. Медитация на себя. Есть такая медитация интересная. Какой я холос. Какой мне все хорошо. Обычно такие рождаются собакой. И радостно играют собственным хвостом. Все замечательно. На себя медитируют. Довольная собака. Медитация на успокоение. Такая вот релаксация. Такие рождаются черепахами обычно. И медленно плавают в мутном озере. Все очень медленно. Наблюдают за тенями на берегу. Тень прошла по берегу. Черепахи. Медитаторы. Очень интересно. Те, кто на музыку медитируют. Птицами рождаются. Поют. Поют. Главное, чтобы не поймали. Куретку не посадили. Но есть еще медитация на человека. На какого-то человека. Тут очень интересно. Когда мы медитируем на человека, мы достигаем того, чего достигает этот человек. Но тут появляются интересные идеи. Здесь мы можем догадаться, что если медитировать на святого человека, можно стать святым. А если медитировать на преступника, можно стать негодяем. Тут появляется возможность получить благо. Интересно. Это знание уже может нам реально помочь. Поэтому Бхагавадгита дает нам этот важный совет. в первую очередь найти духовного учителя. Чтобы было на кого медитировать. Медитировать на человека, который чего-то достиг. Если мы на него медитируем, мы достигаем того же. Это уже практично. Это уже практично, это уже понятно, это уже осознанно, это уже более-менее легко, это уже действительно развивает, в этом есть уже какой-то смысл. Факт. Это просто, это понятно. Это понятно, потому что мы привыкли общаться с людьми, медитировать на человека легко. Медитировать на Бога может быть сложно, а как на Бога медитировать? Это сложно, глаза немножко вкручивают, так это все сложно. Факт, факт. А вот на человека понятно. Вот действительно человек что-то разбирается, что-то вот какие-то качества есть, вот то сделал, то вот нормально. Вот это уже легко, и мы достигаем того, чего достигла та личность, на которую мы медитируем. Вот это очень практично. Это очень практично. Найти такого человека Гуру, говорится, на которого можно медитировать. Главное не ошибиться, не попасться на удочку. На удочку ЛЖЕ ГУРУ. Что такое УЖЕ ГУРУ? Это тот, кто медитирует на самого себя и хочет, чтобы все остальные медитировали на него. Вот это УЖЕ ГУРУ. Все остальное можно как-то пережить. В этом наша задача. Времени уже много, да? Может какие-то вопросы я быстренько отвечу? Интересно, если бы их разобрали. Ты говоришь, что очень тяжело руководить людьми, которые... Да. А на том говорили, что один из первых, как говорим, фанатуральных обязанностей, в нашей практике, в плане, и вдох и вдох. Даже, как ты работаешь, когда ты устроился, ты не дает вдох и вдох? Это звучит красиво. А реальность такова, что человек становится слишком трансцендентным. Эта его трансцендентность, она почему-то распространяется и на его работу, и на его семью, и на его учебу. Он, так сказать, немножечко неадекватно воспринимает свои обязанности первые двадцать лет. Это, может быть, через двадцать лет до него и доходит, наконец, что нужно быть адекватным и выполнять свои обязанности еще лучше, чем до этого. Но первые годы, десятилетия иногда, к сожалению, он пытается отстраняться от прошлого. Вот в этом проблема. Так как он не может его использовать, свое прошлое, вот это свое настоящее, он пытается от него отстраниться ради будущего. И в этом ловушка. Поэтому, да, это правильно. но сразу обычно недостижим. К сожалению. Это некоторое состояние такого фанатизма. Ну, я понимаю, что у всех оно по-разному проходит, но первые десять лет гарантированно есть этот налет фанатизма. Он есть. А потом уже как кому повезет. Но первые десять лет, как правило, все под этим влиянием, радостным находятся и в той или иной мере становятся немножечко излишне отреченными. Излишне отреченными. К сожалению. Пока их жизнь попинают, научат, и они поймут, что, да, в действительности нужно быть адекватным, меняя себя, все равно оставаться адекватным. Ну, лет десять процентов. Это небольшой расстрой, конечно. Поэтому не стоит к людям духовно развивающимся слишком требовательно относиться. Нужно понимать, что, так сказать, у них идут в жизни перемены. Перемены, перемены жаждут, так сказать. И нужно к этому относиться терпеливо. Это пройдет, но в свое время. Поэтому, да, конечно. Вот я о чем и говорю, что надо, надо, надо вот. А вот опыта нет и, к сожалению, человек попадает в эту логику. Поэтому знайте об этом и спокойно к этому относитесь. Ничего не поделать. Я тебя знала и думала, что музык потом не может. И он нам нужно без него вообще никак. А мы с вами учимся. Почему он без нас не может? 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 Ну, во-первых, он и не без нас. Он с нами. Он прямо в нашем сердце находится. Это мы не хотим быть с ним. А он с нами. Он как раз в нашем сердце. Он никогда нас с ним не покидал. Он с нами, что он нас любит. Он прямо в нашем сердце. Это мы его покинули. Это, знаете, когда, например, ну ребенок ушел из дома. И родители, чтобы его не волновать, чтобы он, так сказать, перебесился, они сняли квартиру напротив его квартиры и живут, следят, что нормально, здоровый, нездоровый, пришел вовремя, не пришел. А ребенок, он думает, что он уехал далеко, все, свободный, так сказать, все, делает, что хочет. А родители, они просто ему не мешают лишиться. Но контролируют процесс. Контролируют. Так, мы его дети, мы его любимые, он нас любит. И он всегда с нами. То есть он нас не покидал, вот что интересно. Он с нами прямо сейчас. Прямо сейчас. А мы не с ним прямо сейчас. Вот в чем проблема. Он с нами, а мы не с ним. То есть вот эти родители, они вот через дорогу и прямо сейчас через тюль на нас смотрят. А мы думаем, что мы от них уехали вообще, но в другой город и знать их больше не хотим. Вот в чем родился. И когда мы это понимаем, человек начинает плакать. Это называется слезы раскаяния. Кто-то уже прошел через это, кто-то еще пройдет. Вот просто слезы. У мужчин и женщин все равно. Слезы раскаяния. Мы только это понимаем, что он все время был с нами, а мы не хотели бы с ним. И человек начинает плакать. Поэтому вот так. Иногда можно увидеть на глазах верующих людей слезы. Они это начинают понимать. Это вот некоторые первые откровения, которые к нам приходят. Интересно. Как понять, что это твой духовный учитель? Как с ним обратиться? Что мы можем делать? Для этого нужно узнать разных духовных учителей. Нужно с ними общаться. И нужно спрашивать. И когда вы спрашиваете, то становится понятным, разрешаются ли ваши концептуальные непонимания. Учитель это тот, кто рассеивает буквально мрак невежества. То есть нам становится понятно, что делать, как жить. Учитель это тот, кто рассеивает невежество. То есть он будет нас. И когда мы чувствуем, что мы пробуждаемся, что невежество рассеивается, и что мы хотим меняться, у нас появляется шумание меняться, это нас учитель. Потому что нравится могут все. Кто-то красиво поет, кто-то красиво выглядит, кто-то красиво говорит. Это внешняя вещь. Главное это вот рассеивание невежества и наше побуждение меняться. То есть оно появляется и наше невежество рассеивается. Значит можно уже подумать о том, чтобы так-то принимать этого человека. как учитель. Почему нет? А уже потом разные уровни близости, разные уровни принятия учителя существуют. Сначала мы принимаем учителя как шик-шагуру. Это тот, у кого мы принимаем наставление, стараемся им следовать. И когда проходит испытательный срок, тогда мы принимаем его как дик-шагуру. Это как свадьба. То есть сначала мы должны пройти испытания на любовь. Понять, что мы действительно создаем друг по другу. Желание делать что-то для своего учителя. И потом обряд происходит. Формальный обряд принятия ученица. Очень часто это происходит. Время от времени приезжают учителя. Можно здесь любить эти обряды, эти посвящения. Очень интересно. Он приезжает не из России учителя. Из России есть, не из России есть, все угодно. Любой может быть. Любой может быть. То, кто способен рассеять ваше невежество и пробудить вас в духовной активности, это ваш учителя. А уже, так сказать, эмоциональность, возраст, язык, способность петь, говорить, выглядеть, расчесываться, не расчесываться. Это уже вторичный внешний внешний внешний. Ну и должно быть несколько. Просто один только из них мы принимаем как дикша. Дикша – это тот, с кем мы сверяем все. А шикша учителей, дающих наставления, может быть много. Каждый, кто рядом с нами и помогает нам расти – это шикша учитель. Но ученик обязан на всякий случай проверить наставления шикша учителей у своего основного дикша учителя. То есть это как эталон. Мы его принимаем как эталон и с ним сверяемся, чтобы случайно не потеряться в разных путях, не заблудиться. Потому что наставления могут быть хорошие, но немножко отвлекающие. То есть правильное наставление, оно может, к сожалению, отвлекать. Поэтому, не смотря на то, что оно правильное, оно может отвлекаться. Поэтому нужно всегда сверяться со своим дикшилем. Обставной учитель. Поэтому, например, мать – это учитель, отец – это учитель. Школьные учителя – тоже учителя, они тоже какое-то невежество развеяли. Все, кто нам помогли, все к нам сюда дорогу показали, что вот из метро сюда выйдите, сюда пойти – тоже учитель. Ну и все, как сказать, он же нам открыл это невежество. Мы думали, что нужно там идти, а оказалось, что с этой стороны ближе пройти. Знаете, да, об этом-то? Вот с этой стороны ближе. Что не нужно через старт идти. Сейчас тут дорогу сделали, а можно вот с этой стороны пройти. Когда будете идти, выйдите не влево, а вправо пойти. Потому что можно лишних 20 минут идти вокруг. Это тоже учитель, который взял пальцы и показал прямо. Вот он рассеял наше невежество. И мы с этим сталкиваемся, и мы им благодарны, да. Но когда поступает какая-то директива такая серьезная, то мы должны эту директиву сверить. Со своим основным учителем. Это нормально. От полугода до 15 лет иногда. А как Вы хотели? От внешних ситуаций и от самого учителя. Иногда он, иногда какие-то внешние условия. От полугода и до нескольких лет. Много разных может быть ситуаций. В каждом конкретном случае какая-то конкретная уже ситуация. Нужно просто ее узнать и все. Есть учителя, которые 7 лет означают ожидания. Есть, которые год. Есть разные. Это Вы уже долго встречаетесь, лично общаетесь. Все это в процессе общения становится понятным. Вы общаетесь с другими учениками. Это Вы учители. Вам все объясняют. У Вас появляется своя семья. Некоторые. Духовные. Это интересно, да. Это необычно. Поэтому это дикшее посвящение принятия учителя считается вторым рождением. Поэтому имя дается тоже. Духовное имя дается. Получаете духовное рождение. Это второй текст. Второй текст. Угу. Требуется не обязательно отпасть на разрешение того человека, прежде чем не терапия? Да. Вы должны сначала опринять свое, то есть почувствовать свое желание. Быть чьим-то учеником. Потом Вы должны сообщить о своем желании своему учителю. И он должен Вам прояснить ситуацию. Когда он Вам прояснит ситуацию, может Вам расхочется. А может нет. Но ситуацию нужно прояснить. То есть, нужно прояснить, чтобы не терять время. Прояснять ситуацию. Ну, хотя бы с его учениками нужно поговорить. Чтобы прояснить ситуацию. Считается, что ученики учителя, они могут представлять учителя для нас. Поэтому, если Вы говорите с учеником своего учителя, он представляет для нас учителя. И он дает... Почему он представляет? Потому что обязанность ученика говорить то, что говорит учитель. Поэтому он может намного больше прояснить даже, чем иногда сам учитель. С ним проще поговорить. Поэтому поговорите сначала. У нас с учениками Вам многое объясняют. Рассказывают по множеству. А вот если медитировать на учитель, а какого сейчас нет? Такой же будет. Да, но... Можешь достигнуть, да? Можешь достигнуть, да. Но, если это не исключает медитацию на живого учителя. Должен быть живой учителя. Но, если пока нет. Надо искать. Садить искать. Еще у первого вопроса. Уху. 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 Экологичная линия географии. Уху. Уху. Да, это есть такое искусство, работает с цветами, но они должны быть использованы в украшении чего-то божественного. Если Вы этим украшаете что-то божественное, это экологично и красиво. А если я делаю все это для Бога? Что это выражается? Как это выражается? Ну, смыслы, допустим, да. Я просто помогаю. Я просто делаю, допустим, лечить или композицию. В смысле, что я делаю для Бога? Сначала украшаете что-то для Бога. А потом это продаете? Ну, нет. Нет. Это не на алтаре. Нет. Просто это обычная начальная деятельность. Я понимаю. И только с мыслями, что я это делаю для Бога. Ну, Вы это делаете для Бога, а потом кому отдают? Ну, потом они покупают лучшие, и теперь они не будут. Ну, это, конечно, лучше, чем убивать животных, но последствия будут. Можно родиться цветком и быть красивым, стать красивой экибаной, превратиться в красивый бутет. Все-таки нужно быть аккуратным и понимать, что даже убийство растений – это убийство. Например, на Востоке существует традиция, что когда какое-то дерево срубают, ему сначала поклоняются этому дереву, освещают его. Ну, понятно. Здесь сам не призначит. Ну, что? Все равно. Ну, это как? Это философия, что я сам, кого бы не убивал, просто котлету съел. Да, тут то же самое. Поэтому нужно быть аккуратным и все-таки стараться вносить какой-то элемент духовности. Вот. Потому что, хотя и тонкое насилие, да, явно, что цветок он создан, чтобы кому-то привести красоту. Да, вот аккуратнее нужно, аккуратнее. Подумайте. Вы должны применить свой разум, чтобы как-то осветить эту деятельность. То есть, нужно что-то, какой-то элемент духовности в это внести, чтобы все-таки это как-то освещалось. Освещалось. Потому что все равно есть тонкое убийство. Оно может быть и тонкое, но может накопиться. Может накопиться. Это может давить немножко. Давить, поддавливать, поддавливать. Цветы, да, для этого созданы, но нужно быть аккуратным. Сейчас, например, я приехал домой и хотел маме там что-то подарить, тоже какие-то цветы, что-то. И мама, она мне сказала, если будешь и захочешь мне цветы подарить, подари мне живой букет. То есть, уже в горшке посажены эти цветы, и он растек, стоит. Я пошел вниз, там спустился, там этот варек. Я купил ей розы уже живые, которые в этом горшке сидят. И мама довольная взрывает этот горшок, сразу срезала эти цветки. Сказала, что цветы там пока не нужны, надо, чтобы растение принялось и так далее. И радостно я начала за ним ухаживать. То есть, все довольны остались. И за этой розой стали ухаживать, и мама осталась довольной, и я никого там не загубил, что сказать, своими руками. И все счастливы, довольны. Мама мне сейчас звонит, которая живет, растет, да, тонкие, бутончики появились. Ну, то есть, можно как-то вот исхитриться, или отойти вообще от убийства, или все-таки внести элемент освещения. Потому что все равно нужно быть аккуратным. Тонкое, так сказать, оно, конечно, тонкое. Все-таки цветы призваны, чтобы вот это именно приносить зрителям счастье. Но все-таки аккуратно с этим надо быть. Потому что, в общем-то, больше, если мы посмотрим на восточные виды украшений, или это украшения для храмов, или это методы украшения от помещения в виде горшков. То есть, берутся эти горшки и каждое утро по-разному расставляются, везде перемещаются. Ну, то есть, нет такого, что все навыбили, нарезали, повесили. То есть, оно висит. В общем-то, нужно быть аккуратным. Аккуратным. Вот эта вот традиция восточной гирлянды, эта гирлянда сначала предлагается алтарю божеству, а потом уже дается человеку. И тогда он уже носит это вот как освещенный элемент. Так, все довольны. Да, его одевают на божество. Вот, посмотрите, вот висят гирлянды, видите, на божестве. Несколько гирлянд, видите, на шире висят. Это вот цветочные гирлянды. Видите? Вот, их потом снимают и одевают, человеку дарится. А, все довольны. Счастливы. Радостные. Думайте. Это вот уже ваш талант. В этом выразиться. Мы должны осветить всю свою жизнь в этом задаче. На восток, когда приезжаешь, там есть вокруг храмов большие цветники, газоны, и там стоят на табличке «Цветы не рвать, они растут для Бога». Потому что люди у нас простые «Хия!» А там прямо таблички стоят. И ты не рвать, не нюхать. Они растут для Бога. И все их отводят с тобой. Культура. Поэтому это может быть высокая культура, а может быть тонкая насилие. Все зависит за ваших руках. Поэтому этот цветок, может быть, вам благодарен, а слетившийся он будет прогрессировать. Да. Вы можете ему помочь. А можете сами пуститься в интересное путешествие в мир и с тень. Поэтому аккуратненько надо с этим делать. Аккуратненько. Хорошо. Большое спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Какие анонсиалы? Да. Анонс. Готовные пирожки, значит, освещенные. Желаю, чего вы подойти и вытребите. Зачем будет приятно. Да, это очень важно. Пирожки вечером очень полезны. Это вегетарианские освещенные пирожки. И еще в воскресенье в три часа я буду культурную программу здесь проводить, буду петь и читать интересную лекцию. Поэтому эта дополнительная лекция будет самая интересная. Посвящена будет Богу. А праздник воскресенье? Да. Праздник воскресенье. А праздник духовной воскресной программы. Каждое воскресенье. От чего слово воскресенье? Да. От того, что кто-то воскрес. Поэтому в нашем сердце нужно воскресить любовь к Богу, и каждое воскресенье это духовный праздник, который нужно посвятить духовному общению. Поэтому в воскресенье я буду проводить выносную домашнюю программу здесь. Она будет в три часа. Ну, когда я буду здесь, она будет здесь проходить. В этот раз будет три часа, и потом вы сможете остаться. У нас здесь будет лекция еще дополнительная. Будет читать другой лектор. Тоже будет какая-то программка. Можно будет продолжить ее в радостную. Здесь до восьми часов она вас будет. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok